Учение свет. В Караганде нехватка школьных учебников. В книжных магазинах нескончаемые очереди и при том, что учебный год уже начался. Какие книги в этом году в дефиците и почему, узнавала Алина Акбаева. Одни обивают пороги книжных магазинов, другие перекупают учебники втридорого. Растея Раскулова, мать троих детей, приезжает сюда уже четвертый раз в надежде купить книги. Часы, проведенные на улице, в очереди пока не приносят результаты. Учебников для первых, седьмых и девятых классов в продаже нет. У меня трое дочки, мне нужно троим покупать учебники. И вот старшая учится, младшая эти уже книги не нужны. И у меня они лежат, собираются как макулатура. И каждый год новые книги. Это столько денег, это столько... Теперь, например, эти старые книги, они лежат. Их никуда уже. Ни той не нужны, ни этой не нужны эти книги. И каждый год это все меняется, это очень тяжело. Примерно, наверное, около 20 уже и стратила. Это и то еще не все книги купила. Вот сейчас еще буду докупать, если они только пришли. А еще неизвестно, они пришли или нет. Цены на учебники в этом году варьируются от 350 до 850 тенге. В книжном магазине рассказывают, в этом году ажиотажа нет. Однако очереди не уменьшаются. Люди по-прежнему остаются в поисках книг. Особым спросом пользуются учебные пособия нового поколения. В дефиците учебники для пятых и девятых классов. Поток людей в этом году намного уменьшился. Это связано, наверное, с тем, что учебники раздаются в школе, потом из класса в класс переходят. Поэтому только обновленные учебники, это в этом году касается третьего класса, ой, второго класса и девятого класса. Вот в этом году переиздаются эти учебники. Отметим, что дефицит учебников сейчас наблюдается во многих городах Казахстана. В Караганде реализуют учебные пособия порядка 18 магазинов. В отделе образования ажиотаж вокруг школьных учебников комментировать отказались. Глава ГАРАО захлопнул перед журналистами двери. Вы отказывайтесь? Почему? Владиша Геннадьевич, вы ухо вставляете? Как вы сделаете? Главное, управление где-то содержит? Не хотели? Вы��ить, что вы улетаете? Никто не? Сол, мы будем восхожать в стороне. Вас сходим в стороне. Вас сходим в стороне. Однако спустя день, видимо, когда дела у руководителя отдела образования закончились, Дулат Жекибаев вышел на контакт с корреспондентами. Оказалось, главный педагог Караганды ситуации знаком. Очереди в магазинах есть, но особой проблемы он в этом не видит. Перечень учебников и издательств утверждает Министерство образования. В городах лишь подчиняется указам. В целом обеспеченность по городу составляет более 98%. Но в то же время, да, конечно, есть очереди на дополнительные тетради, еще что-то. Когда мы в августе месяце начали проводить мониторинг по книжным магазинам, они ежедневно созваниваются с издательством, с Алматой. Так как у нас большинство, почти 90% все издательства в Алмате, вот с Алматы выезжают. Ну, бывает там по дороге машины ломаются, еще что-то. Себя сдержим, но, к сожалению, как бы в компетенции отдела образования нет, чтобы определить по каким учебникам, какое издательство. Ирина Камышова, Алина Акбаева, Габиден Курежбеков, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский.